Добрый вечер! Извиняюсь за технические неполадки. Пожалуйста, поставьте плюсы-минусы. Как слышно меня или не слышно? Итак, рада всех приветствовать. Меня зовут Нечупренко Оксана. Я нахожусь в статусе сапфировый директор. И сегодня расскажу о том, как же нам развивать личный бренд в бизнесе, чтобы расти, чтобы привлекать новых партнеров, новых консультантов и так далее. Что же такое личный бренд? Личный бренд это... Как у вас, кстати, слайды идут, потому что у меня что-то тормозят. У вас какой сейчас слайд? Первый или второй? Идут, да? Понятно, у меня не идут. Две секунды. Опять у меня все слайды перекрывают мне экран. Ладно. Личный бренд, как уже вы можете видеть на слайде, это узнаваемое, известное имя человека, который сделал себя сам, который стал профессионалом в своей сфере. И для того, чтобы стать таким брендом, нужно нам всем стать профессионалами. На таких у нас уже много есть профессионалов. И на этой площадке, тем более, если люди уже достигли уровня менеджера, уровня директора, это уже профессионалы. Можно развивать свой личный бренд. И, конечно, чтобы привлекать партнеров новых, интересных в свою команду, нужно быть, прежде всего, интересной личностью. Надо, чтобы к вам люди тянулись. И быть разносторонней личностью. И размещать информацию не только о бизнесе, но и о своей интересной жизни, о своей личности, о том, что вы еще умеете, в каких интересных местах вы бываете. Ну, то есть все, что может быть интересно людям. Итак, личный бренд – это не только рекординг, но и активация уснувших. То есть если мы с вами ведем наши странички активно, размещаем информацию о том, как вы работаете, как вы зарабатываете, как вы отдыхаете, то это видят не только ваши новые знакомые, новые друзья с холодного рынка, но и ваши партнеры, которые, может быть, подуснули, и, может быть, ваши друзья, которым вы уже, с теплого рынка, которым вы уже, возможно, делали предложение, они это видят. И многие начинают задавать вопросы, но не возвращаются, многие начинают активно работать. Поэтому, развивая свой личный бренд, вы не только привлекаете новых людей в вашу команду, но и также активизируете тех, которые уже есть. Но еще очень важно не просто размещать информацию на своей странице, но также и периодически писать этим уснувшим вашим партнерам. Почему? Потому что иногда многие люди быстро заходят, прочитают сообщения, фотографии какие-то свои, может быть, даже выложить, и не читают то, что происходит у их друзей, и они могут пропустить вашу информацию. Поэтому периодически нужно там что-то написать или пройти, поставить оценки хорошие, да, своим друзьям, а не вспомнить, ой, вот, ко мне Оксана выходила, что там у них происходит, и зайти и посмотреть на мою страничку, и, возможно, заинтересоваться предложением. И теперь отныне мы учимся пиарить себя. И, кстати, такой момент, конечно, готовим к своей страничке, но рекомендуется развивать свой личный бренд, когда уже приблизительно половина вашего рынка знакомых, то есть теплого рынка, уже вы ее проработали, дали информацию про наши возможности, потому что если это сделать, может быть, с самого начала, то люди догадаются, может быть, про Reflame, и, знаете, как бы уже у людей стереотип, и они, может быть, не так будут воспринимать вашу информацию. Не с таким, как бы, не с такой серьезностью и не с таким интересом. Но если вы уже 50% своего теплого рынка проработали, то уже можно начинать развивать личный бренд, и то есть те люди, которые, может быть, к вам не присоединились, они будут наблюдать за вами, и, возможно, в ближайшем будущем станут уже вашими партнерами. Для многих, конечно, это очень новое и необычное, и что-то писать про себя нужно меняться, потому что многие люди не любят выставлять, кто-то не любит вообще выставлять на публику свои фотографии, что-то там про себя писать, но надо научиться. Надо научиться, надо показывать свои яркие и интересные умения, сильные стороны, писать все интересное, а вас хвастаться своими достижениями где-то, да, и материальными благами, физические какие-то изменения. Кто-то похудел, кто-то помолодел. Благодаря Reflame и благодаря Wellness это у нас происходит у многих лично, да, и в нашем окружении, в нашей семье, семейные достижения. Замуж вышла, ребенка родила, или там внук родился, и так далее, и так далее. Интересные навыки, которые у вас имеете. Вот я, может быть, вы замечательные хозяюшки, собрали урожай и, значит, законсервировали вкусные различные там консервы, там помидоры, огурцы, сфотографировали, выложили. То есть людям это интересно, и они видят, что вы обычный человек со своими интересами и умениями, и разносторонний человек, и они к вам относятся с большим доверием. Также, что мы пишем о себе, что мы читаем, какие книги, какие, может быть, семинары мы посещаем, вебинары, то есть то, что мы работаем над собой. То есть вот здесь у нас нарисовано колесо жизни, и все сферы, в которых мы, чтобы быть гармоничным человеком, стараемся все эти сферы развивать, и, соответственно, все это можно, ваши достижения в этих сферах, все это можно на своих страничках рассказывать о себе и делиться. И люди будут с удовольствием за вами следить, смотреть, может быть, задавать вопросы. И есть такие замечательные пословицы. Замечательные пословицы. То, что скромность украшает, если нет других украшений. Согласитесь, это очень верно. То есть в нашем бизнесе нам нужно научиться себя пиарить. И, может быть, немножко грубовато, но за скромность нам не платят. Если вы будете молчать, ничего про себя не рассказывать, то о вас не узнают, и люди за вами не пойдут. Нужно перестроиться, нужно научиться делиться информацией о себе. Есть такая замечательная фраза, которую вы все знаете, которую Хо-Хо Шанель произнесла, что если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Поэтому перестраиваемся и учимся выкладывать информацию о себе на ваших страничках. Кроме того, что мы пиарим себя, мы должны пиарить нашу команду. Вот, например, я тоже тут выложила фотографию с нашим спонсором Галиной Ворониной, которая входит в ТОП-15 России. Мы должны этим гордиться, должны людям рассказывать, что это высокий результат. Это мы на конференции в Доминиканской республике, Галина Викторовна, на банкете. Пожалуйста, справа у нас такие замечательные путешествия. Мы ездили командой в Швецию, ну и в разные другие у нас были страны поездки. Это вот мы посетили, у нас была поездка на нашу фабрику, мы сфотографировались. В общем, команда замечательная, и об этом нужно рассказывать, чтобы люди об этом узнали. И тоже присоединялись. Рассказываем о своем стиле жизни. Действительно, стиль жизни у нас красивый. Есть куда одеть красивые для женщин, да, это актуально, красивые вечерние платья. Ну, потому что в обычной жизни в нашей российской и украинской, я думаю, да, и всех наших бывших стран Советского Союза, ну, когда мы одеваем вечерние платья? Ну, на свадьбу к подруге, на свою свадьбу, да, свадебное красивое платье одеваем. Ну, на выпускной, там буквально несколько случаев в жизни, когда можно их пересчитать по пальцам. У обычного, да, статистического человека. Здесь же у нас каждый год мероприятия интересные, и банкеты, и выездные семинары, и конференции, да, с определенного уровня за счет компании. И, конечно, есть куда одеть свои красивые вечерние платья. Звезды эстрады у нас часто участвуют на наших мероприятиях и выступают, и мы слушаем замечательных исполнителей, лучших исполнителей, которые у нас есть в стране, и даже не только в нашей стране, да, на конференции в Риме Рикин Повари выступали, ну, и в Стокгольме можно вспомнить это рок-сет, да, ну, и можно долго-долго вспоминать. Выкладываем красивые фотографии с различных мероприятий, с конференций, с семинаров. У нас постоянно что-то происходит. Вот 15 октября была большая встреча в Москве. В каждом филиале есть такие мероприятия, где идут поздравления, новых результатов, много новой информации о продукции, о бизнесе. Также информация о новых акциях, новых методиках в компании, ну, и так далее, и так далее. То есть это все можно использовать и выкладывать на ваши странички, где вы развиваете личный бренд. Пожелание, наверное, такое, что где-то 30% информации о себе, личной информации, да, 30% о вас, то, что вы молодец, развиваете бизнес, вы мамочка в декрете или пенсионерка, которая в свое удовольствие развивает бизнес, успешный бизнес. Или там вы мужчина, или вы студент, и все успеваете, ну, и так далее, и так далее. 30% про команду, что вот у нас команда, пожалуйста, мы все это делаем вместе, все у нас налажено и так далее. И так, по 30%, да, у нас получилась личная команда и о себе, пиарим себя. Вот в такой приблизительной пропорции. То есть нужно разбавлять обязательно личными постами, иначе получится, что, как бы, один бизнес, одна работа, 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 как бы, ну, и людям это немножко неинтересно, и они могут, как зомби, да, вас воспринимать, что человек только по работе и размещает информацию, и только об этом и думает. И где минимум мы ведем личный бренд? Очень удобно ввести в Инстаграме. Инстаграм можно подсоединить, настроить, связать с вашими страничками ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. И размещаете пост в Инстаграме, и автоматически делаете репост в эти социальные сети. ВКонтакте она, Классники, очень удобна. И рекомендую тоже уже потихонечку начинать работу над своим YouTube-каналом. То есть завести YouTube-канал, это я попозже расскажу. И тем самым вы, кстати, тоже, выкладывая свои видео, будете свой YouTube-канал раскручивать, раскручивать свой личный бренд. Итак, Инстаграм. Инстаграм. Это замечательная сеть, более 500 миллионов пользователей. Очень много уже, очень популярен в России. У меня есть подруги, которые уже по три года, вот как с самого основания в Инстаграме. И у них там уже за все это время уже тоже подписчиков много. То есть это социальная сеть, которая уже три года, и сейчас она стремительно набирает обороты. Конечно, особенно она популярна среди людей молодого и среднего возраста. И поэтому нам нужно, а нам нужно быть везде. Вот я разместила фотографии моего профиля основного. Вообще у меня их пять, потому что у нас есть тренинги по Инстаграму, да, что если мы хотим работать конкретно в Инстаграме, нужно с нескольких аккаунтов работать. Ну, вот там, где я в основном личный бренд развиваю, это у меня вот мой основной профиль. Там побольше подписчиков, побольше постов. Что мы там размещаем? Ну, во-первых, конечно, ваши фото должно быть, да. Никакие ни кошечки, ни собачки, ни цветочки. Вы, потому что вы рекламируете себя, люди будут приходить на вашу личность, да, на вас. Обязательно размещаем фотографии. Ник, то есть ник, это вот название вашего профиля, иногин вашего профиля, должен быть желательное, чтобы это было имя и фамилия. Вот для личного бренда это важно, потому что там работа такая, это работа секает, и это все уже как бы немножко поднадоело людям. Если мы развиваем личный бренд, то люди должны именно... Вообще лучше, конечно, чтобы это было ваше имя и ваша фамилия. У меня, например, очень длинная фамилия, я долго думала, как все-таки... Конечно, лучше, чтобы это было запоминающееся, и все короткое. Но если не получается, я все равно все-таки сделала, например, полностью свое имя и фамилию разместила. Хотя длинная, и, может быть, плохо запоминается для кого-то, но это все-таки лучше, чем без имени, без фамилии. Все-таки я развиваю свой личный бренд. Описание. Вот здесь такая есть информация под фотографии. Нужно продумать описание, его можно все время чередовать, менять. Я тоже периодически меняю, работаю. И, конечно, в этой шапочке я пишу немного о себе и о том, что я занимаюсь бизнесом. Потому что люди новые, которые будут заходить, смотреть, возможно, их эта моя информация заинтересует. То есть над этим надо поработать, да, над информацией о вашем профиле. И есть активная ссылочка под шапочкой. В эту активную ссылочку я вставила, например, регистрационную форму, да, то есть если люди заинтересуются, они пройдут на мой рекрутинговый сайт и оставят информацию. Вы можете поставить ссылочку на свою страничку, например, ВКонтакте и так далее. То есть тут вы подумаете, или на свой сайт. Вы подумайте, какую активную ссылку можно поставить в ваш профиль. Это очень удобно. И этим надо пользоваться. Когда мы пишем посты в Инстаграме, мы стараемся ставить больше хэштегов. Потому что если вы не ставите хэштеги, да, то тогда только ваши подписчики увидят информацию. То есть считайте, вы зря как бы выжили. Ну, подписчики увидят, конечно, замечательно, но вам-то нужны новые люди. А если вы ставите хэштег, то на ваш профиль могут прийти люди новые, люди незнакомые, заинтересоваться вашей страничкой, вашей информацией, да, которая у вас в описании о вас написана, в описании о вас есть. Есть и подписаться, и, возможно, заинтересоваться бизнесом или еще чем-то продукцией и так далее. То есть стараемся ставить больше хэштегов. По моему опыту 30 хэштегов можно ставить в посте. И я стараюсь по максимуму, когда успеваю, все-таки 30 штук набирать. Какие хэштеги мы ставим? Свои какие-то личные, ну, там, например, имя и фамилия. Тематические, ну, например, какие-то хэштеги, связанные с нашей целевой аудиторией. Я вот часто, например, использую там мамочки, там, 5 месяцев, 6 месяцев, да, это либо девушка беременная, да, 5 месяцев, 6 месяцев, либо у нее малыш 5 месяцев, 6 месяцев. Это молодые мамы, которые сидят дома в декрете, возможно, их заинтересует наша информация. Какие-то там, да, еще хорошо, я иногда ставлю, иногда часто, хэштеги, связанные с, то есть, географическим местным положением, то есть, Москва, ваш район, ваши ближайшие районы, да, ближайшие города. Да, 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 да Это эффективно, потому что по геометкам тоже люди вас находят. И не обязательно, если вы, например, находитесь в парке, в парке таком-то, можно не этот парк выбрать, а то место, где вы хотите, откуда вы хотите привлечь своих подписчиков, людей, чтобы они посмотрели на ваш пост и заинтересовались. То есть геометки не забываем ставить. Популярные, да, важно тоже, можно ставить, и к вам придут много людей, и часто это может быть продавашки там или коллеги тоже ставим, но надо просто понимать, что если хэштег популярный, миллионы людей его используют, то ваш пост, он быстро уйдет вниз, и будут другие посты, которые наберут больше лайков, и люди не увидят, то есть он так быстро уйдет вниз, что многие его не видят. Поэтому хэштеги чередуем и ставим разные, не только популярные, но, как я сказала, еще свои тематические и так далее. Как развивать свой инстаграм? Ну, вообще рекомендации такие, не всегда может получаться, да, но в идеале 2-3 поста в день. Это и личное, и о бизнесе, о работе. Это вот то, к чему надо стремиться. Яркие, интересные фото. Также что мы делаем? Мы подписываемся, да, чтобы найти свою целевую аудиторию, найти новых людей, новых подписчиков собрать. Мы должны сами подписаться. Ну, для начала нужно, чтобы ваш аккаунт, если вы только начинаете, надо найти своих знакомых, на них подписаться, и чтобы они на вас подписались, чтобы у вас тоже были подписчики. Потому что, если у вас совсем мало подписчиков, то людям это неинтересно, то, что вроде как новичок еще такой. То есть люди любят популярных, да, популярный аккаунт, они, о, вот сколько подписчиков, да, видят у вас и захотят подписать. То есть надо потихонечку набрать подписчиков, чтобы было там хотя бы там 30, 40, 50, ну, чтобы уже не 2-3, да. Значит, 2-3, это немножко люди еще осторожно относятся к таким аккаунтам. Находим своих партнеров, подписываемся на них, они на вас. Находим своих лидеров, спонсоров, они подписываются на вас. Вот таким способом вы уже наберетесь первых подписчиков. Но если вы будете ставить хэштеги, тоже много-много хэштегов, то на вас будет также еще много продававших подписываться. И поэтому потихонечку вы наберете себе подписчиков, да. Так, что же мы делаем, когда у нас уже оформлен наш Инстаграм, есть определенное количество подписчиков. Мы ищем свою целевую аудиторию по хэштегам, например, да. Там набрали 5 месяцев, вот Лианка так делала, да, уже рассказала почему. И вот малыши пошли. И вот я, малыши, ставлю этим малышам сердечки, лайки, да, что они мне нравятся. Комментарии. Ну, комментарии я не советую. Сейчас много, вы, наверное, тоже видели спам-комментарии, да, когда, ой, приходи в мой проект, или я научу тебя работать. Уже это все-таки, уже людям это поднадоело. Комментарии мы ставим искренне от себя, ой, какой малыш, ой, какой очаровашка. Человек видит ваш комментарий, заходит, ой, кто же мне такой-то это написал. И опять же, если это личность, то это хорошо. А если это какая-то там работа, сами понимаете, то человек может и не зайти, не посмотреть вообще, кто это там, какая-то работа его отметила. Ну, если имя, фамилия, это все-таки лучше. Потому что, например, у меня тоже столько людей лайкают, да, мои фотографии, там, какие-то там маски, какие-то там продвижения в Инстаграм, рекламу в Инстаграм. Я даже не захожу, не смотрю, это чисто продавашки, да, и мне эти люди неинтересны. И подписываемся мы также на людей, на мамочек, на кто вам интересен, на студентов, на людей, которые активны, на блогеров. Да, на звезд, кстати, хорошо тоже подписываться. Почему-то, если вы подписываетесь, первое время хорошо подписываться на звезд, то на вас будут продавашки. Они видят, что появились. В общем, они это настраивают. Многие продавашки в специальной программе пользуются. И не буду вас сильно перегружать. В общем, если вы подписываетесь на звезд, то на вас подписываются продавашки. Что вам и нужно, да, набрать подписчиков. А сами мы работаем вручную, как я сказала, да, ставим лайки, ставим комментарии и подписываемся. И часть людей, есть программы, кстати, пожалуйста, платные. Ну, это уже специализированный тренинг. У нас есть такие тренинги. Спросите у спонсоров. Они вам расскажут. И, в принципе, да, если есть какие-то вопросы, можете задать. Про Инстаграм, наверное, уже все, да, идем дальше. Да, только сейчас увидела комментарии. Да, действительно, вот мама спрашивает про личный бренд. Да, это я с Томилой на банкете в 2000 году. Это был, это наш Томила, наш спонсор номер один в мире. Мы ее помним, будем всегда помнить. Это, конечно, был сильнейший пример, сильнейший личный бренд. Это наш пример, да, и вот поэтому я разместила с ней фотографию. Как пример человека с личным брендом. Ну, и Галина Ворольна наша. Это тоже бренд в Рефлейме. Итак, идем дальше. Инстаграм мы немножечко изучили. Теперь переходим в ВКонтакте, да. О чем, что тут важно, да, заметить, что мы оформляем профиль свой, стараемся оформлять его максимальным, то есть заполняем всю информацию, интересы, фильмы, там, видите, да. Там, кстати, можно еще дополнить на себя какие-то интересные вещи написать, дополнить на себя, пропиарить. Чистим странички от нежелательных постов, да, потому что есть люди там, которые комментируют что-то, там, политика сейчас у нас, да, многие увлекаются. Ну, религия, понятно, но тоже надо посмотреть. Фотографии какие-то не очень, которые вас красят, там, с бутылками, но я думаю, таких у нас мало, ну, просто мало ли вдруг какая-то фотография, там, в каком-то купальнике, там, не очень такой фон красивый, да, то есть нужно просто проанализировать, что вы хотите, чтобы люди видели. Ваши партнеры, то есть почистить свои странички от лишней информации. И загружаем красивые фотографии, видео, аудио, создаем тематические фотоальбомы, это тоже очень хорошо. Мой день рождения, там, моя поездка в Францию, допустим, да, там, моя поездка в Сочи, там, моя поездка на родину, то, там, к маме и так далее, вот, моя свадьба, ну и так далее. Это все очень интересно людям. Аватарку, я самую главную фотографию выбираем красивой, яркой, такой, ну, то есть, такой, что, где вы привлекательны, чтобы люди заинтересовались вами и захотели с вами дружить, захотели с вами наблюдать, и, возможно, позже они придут к вам в команду. Какие мы настройки обязательно делаем? Обязательно ограничиваем стену, чтобы, когда заходят люди на вашу страничку, там не было всякой рекламы, что мы вам то дарим, все дарим, это вам не нужно. Приглашаем вас в игру и так далее. Даже день рождения, это все классно, что вас все поздравляют, но получается, что люди, это засоряется ваша стена, и ваших постов, ваших фотографий, они не видны. Поэтому ограничиваем, пусть люди вас поздравляют в личку, но чтобы это не перегружало вашу стену. Также очень хорошо сделать именную красивую ссылку. Это в настройках вы посмотрите, что это у вас будет не vk.com ID, номер длинный такой, а, например, ваше имя и фамилия. Это будет очень хорошо. И добавляем, конечно, всех знакомых сначала, для начала находим своих друзей, знакомых, и потом уже постепенно начинаем и приглашать уже незнакомых. Как мы пишем, какие посты? Ну, опять же, репосты делаем из Инстаграм, ну, можем видео свои с YouTube-канала, которые вы тоже, надо уже думать о том, что вы надо развивать. Ваши заметки должны быть в приоритете, то есть о том, что не делайте репосты там из разных групп, не увлекайтесь им, да. Ваших заметок, вашей информации должны быть больше, чем информация из разных групп. И тоже осторожно с репостами других лидеров, это я уже не говорю, но также спонсоров, да. Других лидеров из других команд, если вы там будете делать им репост, по сути вы делаете им рекламу, да. И люди могут перейти с вашей странички на странички этих людей и уже к вам не вернуться, да. Поэтому это надо понимать. То же самое со спонсорами. Ну, осторожно, да. Ну, возможно, спонсоры они увидят, да, если человек захочет с вами работать, возможно, они по общим друзьям могут это отследить, увидеть, что человек пришел от вас, да, и вам, ну, мало ли, вдруг там не заметят. То есть, аккуратно нужно быть. То есть, если вас спонсор пиарит, опять же, вас хвалит, возможно, делать репост. А лучше, если вам какая-то информация понравилась, ну, не копировать, совсем выровать уже посты плохо, а что-то перефразировать, да, там эту же фотографию можно вставить, если она вам понравилась, и уже выдать информацию от себя. Это будет самое-самое лучшее. Как мы развиваем личный бренд ВКонтакте? Опять же, 2-3 поставить Интаграма, плюс дополнительные заметки, да, там, Ютуб и так далее. То, что, кстати, вот, например, видео из Инстаграма, они, чтобы вы знали ВКонтакте, сейчас уже Инстаграм сделал, можно видео на одну минуту загружать. Раньше было 15 секунд, сейчас одна минута, может, потом больше будет, все время все меняется, что совершенствуется. Так вот, когда вы делаете репост видео, из Инстаграма, ВКонтакте, то у вас, он, видео не загружается в Одноклассник, да, там все нормально. А ВКонтакте просто страни, просто, ну, ссылочка, что это из Инстаграма, и просто какой-то кадр из видео, застывший. То есть, в этом случае, если какой-то ролик вы хотите, там, выступление какое-то свое, там, или какой-то ролик, семинары, что-то такое вы хотите вставить, да, там, где вас поздравляют, лучше, конечно, тогда его отдельно, не из Инстаграма репост делать, а именно зайти в ВКонтакте и разместить уже. Альбомы с фото я сказала. Добавляем друзей, знакомых и незнакомых, потому что, конечно, чтобы расти, нам нужно увеличивать свой круг общения и постоянно знакомиться с новыми людьми. Заходим, опять же, к друзьям, ставим нравится, кстати, лайки ставим, это никто, кстати, тоже как в Инстаграме не видит, то есть, это как в Одноклассниках, если вы ставите класс, то все ваши друзья видят этот класс. Здесь такого нет в ВКонтакте и в Инстаграме также, то есть, если вы поставили лайк, то это вид, в принципе, ну, тот человек, и, в принципе, могут люди зайти посмотреть, но ваши друзья это не видят. Кому вы лайки поставили, кому вы комментарии написали. Кстати, в Фейсбуке, когда вы пишете комментарии, то ваши друзья видят в ленте. То есть в каждой соцсети какие-то свои нюансы. Поэтому ВКонтакте мы спокойно всем заходим, ставим лайки и комментарии, то есть, а то люди иногда уже тоже забыли о вашем существовании, закрутились в этой жизни, а вы поставили лайк, что-то написали, им приятно. Они зашли на вашу страничку, почитали, посмотрели, что там у вас, ну, вау, у вас тут, вы уже растете в бизнесе, наверное, нужно тоже присоединиться к команде и так далее. Поздравляем с праздниками, тоже очень хорошо. Праздников у нас много, поздравить можно, да, напомнить о себе. В группах по интересам оставляем комментарии. И люди, которые в эти группы смотрят, читают и заходят на ваши странички. Тоже это помогает дополнительному притоку посетителей на ваши странички. Вконтакте такая есть, такой интересный момент, что вы можете закрепить в статусе заметку про себя или бизнес, да, ну, например, вот, я вот такую закрепила, я периодически поменяю, вот, да, считаю нужным. Это своего рода, как вот, также, кстати, есть статус Вконтакте, тоже есть, это отдельно уже. Там тоже можно его обновлять, менять. Периодически это надо делать, потому что как только вы меняете статус, то все ваши друзья, если они читают новостную ленту, они увидят. Ага, там вот она что-то предлагает работу, ага, значит, набор сотрудников какой-то. Потом их можно удалять из ленты, можно чередовать, менять, в общем, экспериментировать. Как добавлять друзей в Вконтакте, в принципе, смысл такой же, список знакомых, друзья друзей, однофамильцы хорошо добавляются, люди из вашего города хорошо добавляются, из групп, в которых вы состоите, да, тоже люди добавляются. И тоже в Вконтакте можно сдавать хэштеги, опять же, как в Инстаграме, там мамочек искать, там или студентов, или еще кого-то, целевую аудиторию. И ставить им лайки, они видят вашу, и они заходят и смотрят, тоже такой им поставил лайк, и заходят и читают информацию на вашей страничке. Вдруг как раз им нужна работа, нужна там подработка, и, возможно, они заинтересуются. Что касается одноклассников, здесь все немножко по-другому. Ну, смысл тот же, но есть нюансы. Также оформляем по максимуму странички, красивая аватарка, статус интересный. Чистим страничку, опять же, от нежелательной информации, никакой рекламы, ой, никакой политики, никакой религии, там, каких-то спорных вопросов, вам это не нужно. Мы сюда, да, другим вещами пришли заниматься в соцсети. Бизнесом. Ставим также оценки, но не классы, а оценки. То есть человеку будет приятно, что вы там поставили пятерки, что вы заметили. А если вы поставили классы, то это все на вашей страничке отображается, и в ленте друзей это отображается. Иногда заходишь кому-то на его страничку, и вот, значит, Ирина, да, Ирина поставила тому класс, ему класс, такой-то группе класс. И, в общем, классы то же самое, что репост в одноклассниках. И вообще, Ирины самой не видно, только видно каких-то разных других людей. Да, нам это не нужно. Мы ставим пятерки, делаем людям приятное, может быть, пишем комментарии, только обязательно, чтобы это было искренне, да, все-таки. И тем самым люди смотрят и тоже к нам приходят в гости. Также делаем настройки. Настройки, какие мы делаем, чтобы вас не могли отмечать ни в каких заметках, потому что у меня такое было, не у меня, у кого-то, в общем, из моих было консультантов, что они не поставили, я захожу к ним на страницу, ой, а там Лену отметила какая-то Наталья, что она приглашает в бизнес, и все друзья Лены, нашего консультанта, все увидели, что там ее отметили, и что приглашают, то есть они пойдут к этой Наташи, могут заинтересоваться информацией и пойти на ее страничку. Зачем такое нам надо, да? Нам нужно свой бизнес развивать, поэтому мы ограничиваем доступ, то есть мы идем в настройки приватности и отмечаем, что только я могу там все. То есть никому мы не разрешаем себя отмечать. Игры, может быть, чтобы вас не отвлекали там какие-то группы, вы не хотите, чтобы вас приглашали лишние. То есть эти все настройки вы делаете. Очень полезно менять главное фото. Регулярно можно менять главное фото, опять же, несколько фото выбрать и менять. В одноклассниках это вам дает дополнительные просмотры, дополнительные классы. Люди ставят классы, многие люди, они не занимаются бизнесом, они просто сидят, отдыхают и вот ставят классы всем подряд. И все их друзья смотрят, что кому класс поставили. И если им интересно, они опять же могут попасть на вашу страничку. Опять же, комментируем свои фото. Если вы фото прокомментировали, то тоже это в ленте у друзей отображается. Вам идут дополнительные просмотры, люди заходят, смотрят, что там прокомментировали. Можно сделать группу для рабочих статусов. То есть, потому что в одноклассниках есть такая опасность, что если вы будете активный статус про работу писать, то могут заблокировать. То есть с этим очень-очень аккуратно. Люди создают группы, в этой группе даже и другие профили, в этой группе пишут пост про работу и делают репост из этой группы на своей страничке. За репост из другой группы вас никто не заблокирует. Можно скрины доходов, скрины заказов кто-то выкладывает, что вот я сэкономил, столько-столько и так далее. Фотоальбомы. Опять же, хорошо, фотоальбомы мы качественно, интересные фотографии подбираем по темам. Это все тоже, вы уже это все поняли. Бренд команды развиваем. Добавляем, опять же, друзей. Потому что нам нужно расти и как мы это можем делать? Мы дружим с новыми людьми. И это открывает перед нами новые возможности. В Одноклассниках есть такой фокус со статусом. То есть можно какую-то заметку сделать. Она набрала много классов. И вы можете полностью ее поменять. Даже поменять фотографии, поменять текст. Но ваши все классы останутся и все ваши люди увидят, вашу новую информацию, которую вы в статусе... который вы в статусе изменили. Что мы пишем? Чтобы собрать классы, да, и потом, может быть, свою информацию поменять, мы пишем, что популярны какие-то смешные видео, гифки вставляем, картинки, то, что людям всегда интересно. Там малышей все любят очень лайкать, когда такие замечательные, красивые, хорошие малыши. Все умиляются. Таким способом мы, опять же, набираем классы. А классы, это значит, все друзья видят, это значит просмотры. Гости, кстати, заходят к вам, да, после того, как вы что-то размещаете, многие, много гостей приходят. И тоже с гостями можно тоже подумать, как поработать. Можно им предлагать дружить. Там, если... Иногда люди пишут, что ой, аж мы вас знаем, ой, мы знакомы, мы незнакомы, можно сказать, вот, вы были гостями на моей страничке, я зашла к вам, понравились фотографии, очень приятно будет дружить, ну и так далее. Сами приду, мне это что написать. Как добавляем друзей? Друзья, друзей очень хорошо прибавлять, приглашать. Там даже нет строгих ограничений, но тоже не увлекаемся сильно. И, конечно, мы стараемся не приглашать коллег, чтобы потом не пересекалась и не получилось, чтобы коллеги из других команд, да, потом ваших людей там случайно куда-то увели. Бывает такое. Особенно, если, к сожалению, да, у нас была то, что такая ситуация у девочки. Комментарии написали, да, то есть люди ставят комментарии, там, интересуются работой, и тут она увидела и ее написала. Ну, то есть нехорошо. Не нужно, чтобы коллеги были у вас друзья. Обезопасьте себя. По городам приглашаем. В вашем городе, конечно, люди больше добавляются, если они из вашего города. это интересно, и не то, что вы рядом здесь, чем там далеко, так просто лучше. Больше по статистике, иногда, когда из других городов приглашаешь, могут тоже модераторы это увидеть и блокировать. То есть свои нюансы тоже есть. Ставим оценки, да, понравившись страничкам из нашей целевой аудитории, ставим оценки. Не ставим классы, ставим оценки. И мы перешли еще к тому, что уже надо всем открывать личные YouTube-каналы. Это тоже своеобразная соцсеть. Мы оформляем свой YouTube-канал. Тоже желательно, чтобы это было ваше имя и фамилия. Ставим ваше личное фото, именную ссылку желаете сделать, описание заполнить, ссылка на все соцсети, ссылка на, там есть, можно сделать одну ссылку на, например, на сайт или на регистрационную форму. Все видео, ну, для начала можно ставить видео какие-то кампании, ролики уже и людям давать смотреть эти ролики уже со своего канала. То есть, чтобы вам себе просмотры, себе подписчиков набирать также, потому что, например, у компании Арифлейм и так много подписчиков, вам нужно свой канал развивать. Там можно оформить на своем канале, что вы для новых подписчиков, для новых зрителей, какое видео первое при открытии канала загружается, какое видео для тех людей, которые же на вас подписаны загружается, это все настраивается. Очень хорошо разобрать видео по темам, про бизнес, про продукцию, например, про wellness, там личные, разные и так далее. И, конечно, желательно, чтобы были это ваши ролики, личные, видео по максимуму. И, конечно, как это, например, можно сделать легко, да, если вы проводите вебинар, то, пожалуйста, можете это видео смело выкладывать, как вы проводите вебинар. То есть, вывод какой? Чаще быть спикером на вебинаре. Также мы загрузили видео, мы берем эти ссылочки, вставляем свои и продвигаем через соцсети, например, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. это, потому что в Инстаграме такого нет, ссылку нельзя вставить на видео, а вот в других сетях это можно. Тем самым ваши друзья и посетители вашей странички будут заходить, смотреть видео, и, возможно, они перейдут потом на YouTube канал и станут вашими подписчиками. Все предельно просто. как я уже сказала, что полезные ролики можно взять, можно взять, конечно, у спонсоров, у команды, но уже от себя разместить, но тоже нужно осторожнее с роликами из других команд, чтобы не рекламировать и не направлять ваших подписчиков на другие каналы, на других лидеров. Что еще можно на свой канал размещать? Это наши мероприятия, поздравления, записи вебинаров, поездки и так далее. Итак, вот я вкратце рассказала о основных соцсетях, которые еще фейсбук хорошо, мы это не затронули, фейсбук тоже можно там отлично называть личный бренд, в принципе все основная информация такая же как и вконтакте, одноклассники, там может какие-то небольшие отличия, в принципе я думаю, что при желании можно разобраться самим или послушать вебинары на эту тему. кстати много вебинаров пожалуйста набирайте youtube и пожалуйста вам на любую тему уже есть вебинары на темы фейсбука и других соцсетей наших коллег в открытом доступе. Можно послушать и для себя что-то полезное услышать. Итак, домашнее задание развивать свой личный бренд, написать пост про себя в социальных сетях, написать если вы уже 50% теплого рынка обработали, написать причину почему вы в Арифлейн, почему вы в бизнесе, что вы делаете помимо Арифлейн, что вы делаете в бизнесе для того, чтобы расти, как вы растете, как меняется ваша жизнь, ваши цели и планы. Все это нужно уже начинать делать, чтобы ваш личный бренд развивался и люди к вам потянулись и стали вашими партнерами. Показываем личное отношение к бизнесу, то, что мы серьезно относимся и поэтому у нас идет рост. я желаю всем успехов в развитии личного бренда, вообще успехов по жизни, здоровья, процветания и надеюсь, что мой вебинар был вам полезным и вы уже начнете в ближайшее время развивать свой личный бренд. Всем спасибо. Спасибо.